Создать что-то новое порой бывает очень трудно, особенно если задача требует какого-то креативного подхода. Речь идет, конечно же, о проектах, которые приходится реализовывать разработчикам. Но я считаю, что если разработчику дали уже существующий какой-то проект, который нужно обновить, распилить на микросервисы, добавить функционал или перенести на другую платформу, то этот подход гораздо сложнее, чем просто создание нового проекта. В общем-то, о чем я? Ну, для начала здрасте и давайте по порядку. Итак, если коротенько, то это старый-старый сайт, который называется jfacts.ru, который я хочу переписать, который был написан очень давно на MVC 5, если даже не на третьем. Я хочу, используя простой сайт, в котором будет две сущности, факт и тег, они между собой связаны многие ко многим соотношениям, я хочу переписать на новую платформу и, соответственно, на конкретном примере конкретного сайта, который очень простой, показать, ну, то есть инфраструктуру, может быть, какие-то моменты, да, может быть, показать проблемные моменты, когда они возникнут, а они возникнут 100%, может быть, какие-то моменты, связанные с трансформацией данных из одного сервиса, ну, то есть из одной старой, да, в новую инфраструктуру. В общем, буду ковыряться, грубо говоря, у вас на виду, ничего не стесняясь, показываю все как есть, от вас жду участия, пишите, комментируйте, вплоть до того, что участвуете, потому что я буду выкладывать в открытый GitHub, в общем-то, я так думаю, что pull-requests приветствуются. Ну, и, в общем, для начала давайте я озвучу, какие будут аспекты затронуты. Ну, итак, для начала Entity Framework Core, я буду использовать пятую версию, соответственно, раз Entity Framework Core, то и Migration, ну, без них, собственно, никак. Провайдер, который я буду использовать, называется MSSQL Server, в общем-то, большой разницы между SQL Server и, допустим, Postgres я не заметил, но MSSQL просто привычнее и мне с ним удобнее. В общем, я буду использовать стандартную систему аутентификации Microsoft, а используя Netcore Identity, который, собственно говоря, позволяет в дальнейшем, в будущем, или, может быть, в рамках этого проекта, показать, как можно подключить удаленные, то есть, как сказать там, провайдеры авторизации, например, в Facebook или Google или Microsoft, ну, это в будущем. Ну, просто мне будет в будущем удобнее управлять этим сайтом, просто нажимая кнопку авторизоваться просто при помощи, допустим, Facebook и не помнить даже пароль. В общем, я буду использовать стандартную, которая будет позволять реализовать, в том числе, и такие нюансы. Я буду использовать сборку Mediator, которой реализация паттерна посредник. Также я буду использовать автомаппер. Собственно говоря, это маппинг между DTO объектами и сущностями. Тут стоит немножечко остановиться, очень коротенько, о том, что, в общем-то, метка и тег, то есть, тег и факт, две простых сущности, зачем нужны DTO? Ну, во-первых, если у вас простой проект, вам наверняка это не потребуется. Во-вторых, у меня это дело привычки. Я никогда наружу не вытаскиваю реальные сущности, только через маппинг, потому что... Много раз спрашивали, поэтому отвечаю опять в очередной раз. Потому что процесс передачи данных из одного объекта в другой, то есть маппинг из Entity во ViewModule, позволяет добавить еще одну структурную единицу модификации кода, управляемую, которая может существенно повлиять на бизнес-логику. В общем, я уже устал это говорить, это так, это удобно. Это дольше, согласен, но тем не менее, это в будущем решает большое количество проблем. Дальше. Я буду использовать Background Worker, так называемый, который будет работать на базе iHosted Service для Sped.net Core, это встроенная инфраструктура. Я буду собирать от пользователей фидбэк, но не сразу отправлять на мыло, а складывать базу данных, которая будет при помощи этого Worker вот эти вот сообщения отправлять. Ну, в общем, пока такие планы. Но это еще не все. Есть еще другой план, который... Другие, в самом деле, аспекты. Ну, я буду использовать Blazor компоненты. Я хочу максимально использовать Blazor как компонент для существующего ISP.net Core приложения. Почему? Ну, во-первых, Blazor это круто, мне очень нравится. И я чем больше в него погружаюсь, тем больше не нарадуюсь. Я хочу минимизировать использование GS. Без него, конечно, никак, но тем не менее, придется его запользовать. Ну, и Blazor как бы... Вот C Sharp и есть C Sharp. Ну, нравится мне C Sharp. Дальше. JavaScript так или иначе, все равно, как вы понимаете, будет. Я потом подробнее расскажу, что и почему его придется использовать. В общем, будет также минификация. Ну, раз будет CSS файлы, разметка и JavaScript, то минификация и конкатенация все равно нужна будет. То есть, маленькие файлы нужно будет собирать для того, чтобы минимизировать, конкатенировать, чтобы минимальное количество загрузок для браузера было. Потому что количество загрузок браузера по URL ограничено. Максимальное 6. И пока у вас, допустим, 12 картинок, пока первые 6 не загрузятся, следующие не начнут грузиться. Это нужно понимать. Ну, помимо того, что это будет ASP.NET Core приложение на Razor, то есть я буду использовать контроллеры, потому что контроллеры мне больше нравятся, в отличие от Page модели. Ну, мы будем делать также Tag Helper, компоненты. Во всяком случае, Pager я точно буду делать собственноручно, потому что все существующие мне не нравятся. В общем, для разметки будет использоваться фреймворк, который называется Bootstrap. Он встроен, собственно говоря, в проект, который сгенерируется мне, Visual Studio. Ну, я надеюсь. Вот. Ну, для иконок, возможно, я буду использовать фонд Awesome. Ну, хотя это, наверное, не обязательно. Просто я его часто использую во всех других проектах. И поэтому, может быть, даже здесь написал, хотя, может быть, не буду использовать. Ну, наверняка. Ну, и в общем, я буду все делать логирование в красивую консоль, которую пишет SiriLog. Ну, и если еще что-то появится, я тоже допишу сюда. Ну, и тогда, раз мы уже поговорили про аспекты, давайте поговорим немножечко про функциональные возможности. Итак, функциональное сайство разделяется на две части. То есть, будут пользователи, которые смогут прийти и посмотреть эти самые факты. Ну, в общем-то, будет и администратор, которым этими фактами будет управлять. И, собственно, для этого и буду делать identity, чтобы можно было зайти, отредактировать, добавить, там, изменить что-то. Не знаю. Не знаю. Вот. Ну, и других возможностей по авторизации я не буду использовать. То есть, роли я не буду использовать. Пользователь зашел, уже является админом. Никому никаких дополнительных. Это, то есть, я хочу максимально упростить всю эту конструкцию, чтобы вы понимали, что есть авторизованный, неавторизованный. А тот, кто авторизованный, он еще может еще и какие-то права иметь. Ну, это больше на ваши ответственности. Если потребуется, я расскажу, покажу. Ну, в этом проекте вряд ли это будет. Итак, что могут пользователи? Если говорить кратко, вот так вот, что сейчас есть на том сайте, который вы, возможно, уже даже посмотрели, там сейчас нет ничего, кроме того, что нажимая на несколько ссылок на главной странице, вы получаете случайно выбранный факт. Ну, и, в общем, я хочу немножечко добавить и расширить. То есть, я хочу сделать так, чтобы пользователи смогли список смотреть постранично. То есть, для этого и нужен будет пейджер. Я хочу, чтобы можно было открыть конкретный, как он называется, факт и отправить, допустим, ссылку другу там, ну, чтобы не всю страницу там, а конкретный какой-то факт, который будет на одной страничке и, может быть, более детальную информацию показывать. Также я хочу сделать RSS-рассылку, которая позволит при подписке на нее получать уведомление о том, что вот появился новый факт. Они не так часто добавляются, рассылка будет там не ежедневно по 150 тысяч миллионов сообщений, а, ну, в недельку там один-два или там в месяц один-два факта постоянно поступает. Итак, дальше. Пользователи также могут смотреть облако меток. Я буду тоже его делать. И, в общем-то, по клику на одну из метков пользователь сможет отфильтровать факты, которые у него будут отображаться также в списке. Ну, и, в общем, буду делать еще форму обратной связи. Ну, в общем-то, это больше для примера, куда люди, если пишут... Ну, хотя, да, иногда присылают интересные факты с ссылками на источники, подтверждающие это. Ну, в общем, да. И я за это благодарен, кстати. Вот. Вот такую форму обратной связи, куда могут присылать претензии, новые факты, или там пожелания, или деньги. В общем, и я хочу сделать так, чтобы сообщения, которые будет отправлять пользователь, складывали в специальную таблицу, назовем им Messages, наверное. Вот. И Background Worker будет ее обрабатывать и отправлять неотправленные. И, в общем, я буду всегда иметь список полученных, список отправленных с координатами тех, кто писал. Ну, вот такой вот простой функционал. Ну, и также буду делать форму. Ну, то есть, пользователь также сможет посмотреть на странице, ну, там, о программе, да. То есть, посмотреть информацию о проекте на специальной странице. Да, вот так вот. Вот что меня сбило. Ну, и, в общем, это было для пользователя. Теперь проигрываем про администратора. Администратор может все элементарные вещи добавлять, удалять, простите, редактировать, отправлять ответы через форму Electron, ну, то есть, ответы на запросы, пришедшие через форму обратной связи. Ну, в общем, тоже такой обмен информацией, чтобы можно было увидел, нажал кнопку, ответить, полетело. Которые ответы от администратора тоже будут складываться в эту же самую таблицу, которая называется Messages, например, или там Exchange, я не знаю, придумаем что-нибудь. Ну, и, в общем, там будет видна и переписка, если она будет видна, потому что на текущих сайтах, которые у меня есть, там из-за того, что достаточно большое количество переписок идет, ну, несколько сложно следить за темами. Ну, это уже сугубо личный мой подход. Вы, конечно, вправе себе такого не делать. Ну, и, наконец, администратор может просматривать список этих самых сообщений, которые были отправлены через сайт в одну и в другую сторону. Фильтровать, я надеюсь, получится сделать. Через статус отправлены, не отправлены. Ну, и, в общем, наверное, поиск по меткам, чтобы ее можно было там переименовать, да, в случае там, ну, были такие моменты, создаешь метку, неправильно назвал, запушил, потом ее трудно найти, только вручную. Ну, в общем, вот этот функционал я хочу тоже сделать. Ну, и надо сказать, что это предварительный временный такой, так сказать, список того, чего нужно сделать, и список тех скиллов или стеков, да, которые, может быть, будут использованы при реализации приложений. Вот все вот как на кухне, да, то есть вот не просто поесть уже готовое блюдо, а прям приготовить, порезать, почистить. Вот это вот я хочу показать. В общем, поделиться с вами. Наверное, пока на этом все. Я в следующем видео, мы уже создадим репозиторий. Я покажу ссылку и, в общем-то, вас приветствую на своем сайте, в своем репозитории, вплоть до, ну, не знаю, пул реквестов, если хотите. Вот. А на данный момент хочу услышать ваши комментарии. Пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли, не стоит, насколько подробно. Может быть, какие-то темы опустить, может быть, наоборот, какие-то добавить. Материалы для начала я уже дал. Что я хочу сделать? Поправьте меня, если не прав. И подскажите, может быть, какие-то новые темы. На этом, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Начинаюсь готовиться, ну, собственно говоря, к проекту, к новому. Я думаю, что он будет небыстрый. И да, кстати, в процессе решения, да, вот этой задачи, возможно, будут появляться другие у меня параллельные задачи, которые я тоже захочу показать на видео. Это, как бы, никто не исключает. Они как были, так и будут. Ну, наверное, на этом все теперь уже точно. Всего доброго. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях. И спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok